Инновационное развитие банковско-финансового сектора Узбекистана. Институты, механизмы и инструменты. Международная научно-практическая конференция на тему организована Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан совместно с Либерально-демократической партией Узбекистана и Ташкентским государственным экономическим университетом. О том, как развивается инновационная деятельность в банковском секторе страны и какие современные инструменты используются для содействия экономическому росту, узнавала Юлия Радимцева. Внедрение инноваций во все сферы деятельности, переход экономики на новый путь развития в числе приоритетных направлений государственной политики страны, влияющих на экономический рост. Поступательные структурные сдвиги являются важным фактором конкурентоспособности. Основное содержание современного этапа развития банковско-финансового сектора включает совершенствование его деятельности, расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса, реализацию клиентоориентированного подхода в банковской деятельности. Таким образом, разработка и внедрение финансовых инноваций в секторе обретает особую актуальность. Потому тема научно-практической конференции, организованной в столице, привлекла внимание ведущих экспертов в сфере экономики, ученых с мировым именем. Мы предварительно знакомились со стратегией, которая реализуется сейчас в Узбекистане, 2017-2021 год, и это произвело на нас очень большое впечатление. Глубокая проработка проблем, которые существуют, правильная, на наш взгляд, постановка целей и определение тех ресурсов, в том числе и друзей, и союзников, которые могут помочь Узбекистану решить эти задачи. Экономика Узбекистана претерпела существенные структурные реформы за последние полтора года. Этому способствовали и соответствующие документы, подписанные руководством страны, в частности, о введении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан, способствующие реализации ряда мер, направленных на устойчивое, сбалансированное и динамичное развитие реального сектора экономики и социального, укрепление доходной базы местных бюджетов и эффективное использование средств. Интенсивно осуществляются меры по привлечению иностранных инвестиций в процесс модернизации и инновационного развития отраслей, национальной экономики, кредитов, грантов. Так, в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2017 года, между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком был выделен кредит на сумму 500 миллионов долларов США. Весомую поддержку в реализации проектов в различных отраслях оказал и Всемирный банк, выделив 940 миллионов долларов. И это далеко не все. Существенные изменения, происходящие в мировой финансовой системе, комплексные меры, принятые для проведения масштабных реформ, национальной экономики требуют принятия новых подходов и принципов при разработке и осуществлении денежно-кредитной политики, а также дальнейшем развитии банковской сферы. На полях этой конференции мы обсудили многие моменты их. Хочу отметить особую эффективность, поэтапность выбранной стратегии развития Узбекистана. Британская сторона считает подход в реформировании банковского сектора, к примеру, эффективным. Это ключевая часть экономического развития вашей страны. Уже на данном этапе наблюдается большой прогресс, и мы готовы поддержать эти тенденции, готовы продолжить сотрудничество и поделиться с нашими коллегами из Узбекистана накопленным опытом, идеями и технологиями банковского развития. Проанализировав сегодняшнее состояние в сфере национальной экономики и перспективы ее развития, заслушав мнение зарубежных и отечественных экспертов, разработаны рекомендации по внедрению новых подходов к совершенствованию банковско-финансового сектора.